Исторический день для Турции. Там создали первый собственный легковой автомобиль. Модель электрического кроссовера представил сам президент Эрдоган. Что будут представлять собой электромобили, которые будут выпускать на еще не построенном заводе, и как такое Илон Маск? Его презентовал лично президент Эрдоган. Он выложил на своей странице в соцсетях видео, как он управляет новым кроссовером. Среднеразмерная модель под названием ТОГ. Начинена электрической силовой установкой, разгоняется до сотни километров в час за считанные секунды. Авто способно проехать 500 километров на полной зарядке, занимающей менее получаса. До сих пор в Турции не было собственного автопрома, хотя в стране собирают модель Renault, Hyundai, Toyota, Fiat. ТОГ – продукт автомобильной инициативной группы Турции, то есть нескольких крупных производителей, собирающих иномарки. Дизайн кузова разработала итальянская Pininfarina. Турция – один из крупнейших авторынков Европы. Ежегодно здесь продается около миллиона новых машин. Будет ли новый электромобиль конкурентным? Мнение автоэксперта Игоря Мажоретта. Сейчас весь мир занимается электромобилями. Перспективы их не очень понятны, потому что электромобиль сегодня никто не купит, если не будут господдержки. Если в Турции построят некую систему господдержки и предложат свой интересный продукт, наверное, он пойдет. Просто создать электромобиль сегодня теоретически можно, но будет ли он продаваться – вопрос сложный. В Китае сумасшедшими темпами продавались электромобили, пока была сумасшедшая господдержка. Как только ее с июля сократили вдвое, продажи тут же упали вниз. И хотя по-прежнему Китай лидер по продаже электромобилей, но если они совсем сократят господдержку, ни один китайский проект не лежит. Продукт пока очень дорогой и не очень практичный. То есть все прикольно, я ездил в кайф. Только знать надо, где есть заправка и сколько ты за него заплатишь. На сегодняшний день электромобиль стоит 2-3 раза дороже, чем такой же бензиновый или тизер. Эксплуатация его теоретически дешевле, а практически то же самое. Ну а если посчитать, сколько при его производстве выделяется вредных веществ, становится понятно, что это все очень странно. Экспортный потенциал. Смогут Маска победить? Для того, чтобы сделать конкурентоспособную модель, надо или иметь какое-то имя. Продаются у нас Nissan электромобили, больше всего в мире Honda, BMW. А если имя новое, вот как в случае с Теслой, надо быть гениальным маркетологом, как Илон Маск. Игорь Мажоретов в планах турецких производителей в ближайшие 10 лет разработать полный модельный ряд, в котором будут и седаны, и хэтчбэк, и компакт-вэн. Ранее Анкара уже пыталась создать собственное автопром в партнерстве с китайцами и шведами, но тогда что-то, видимо, пошло не так. Продолжение следует...